Россия не планирует новую мобилизацию, заявил президент Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского экономического форума. Такой необходимости, по его словам, нет. При этом решение задачи СВО на Украине можно ускорить, но жизнь военнослужащих важнее. Изменение ядерной доктрины России не исключено, необходимости применять ядерное оружие нет. Так президент ответил на вопросы модератора ПМФ. Путин считает, что до обмена ядерными ударами дело не дойдет, но при этом выразил сомнение, что США придут на помощь союзникам в случае обмена такими ударами России и Европы. Тем временем США вносят изменения в свою ядерную стратегию с упором на соперничество и планируют увеличивать свой ядерный арсенал. Решение задачи СВО на Украине можно ускорить, но жизнь российских военнослужащих важнее. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМФ, отвечая на призывы модератора Сергея Караганова, более интенсивно действовать в ходе спецоперации. Что касается скорости, что касается результатов, вы сказали, что на мне лежит большая ответственность. Да, действительно. Можно ли повысить скорость решения стоящих перед нами задач? Можно, но это прямо пропорционально с потерями. И понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Боевая работа идет. Вот только с начала этого года 47, по-моему, населенных пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и с других прилегающих территорий. У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей. Мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы. Владимир Путин рассчитывает, что до обмена ядерными ударами дело не дойдет. Об этом президент также заявил в беседе с модератором Сергеем Карагановым в ходе пленарной сессии ПМФ. Всевышний указал нам когда-то путь, когда он за беспутство и разврат уничтожил огненным дождем Содом и Гоморру. После этого человечество очень долгие годы вспомнило об этом и вело себя аккуратно. Но теперь оно забыло про Содом и Гоморру. Так, может быть, вспомним об этом дожде и постараемся снова вразумить человечество или ту часть человечества, которая потеряла веру в Бога и потеряла разум. Без меня, может быть, нет. Вы там зададите жару, они уже испугались. Хотя, конечно, можно подумать про европейцев, вы говорите. Логика всякая возможна. Но если, не дай Бог, дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что у России есть система раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе – мощность ударов. Наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. У нас по количеству их в разы больше и на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США. У нас все равно в разы больше. Но если дойдет, не дай Бог, чтобы очень не хотелось, я перекричусь, то тогда, вот вы сказали, мы сократим жертвы, но они могут взрасти до бесконечности. Это первое. А второе – конечно, эти же самые европейцы должны будут задумываться. Если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь. И европейцы тоже должны об этом подумать. Это безусловно. Но я все-таки схожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости. Пожалуйста, и я тоже всех бы просил лишний раз в сует такие вещи не упоминать. Владимир Путин также сказал, что в России не планируют новую мобилизацию. Такой необходимости, по его словам, нет. Моя коллега Наталья Космачева обсудила с политологом Георгием Бовтом реакцию Владимира Путина на вопросы модератора пленарной сессии ПМФ Сергея Караганова. Она призвана отчасти успокоить мировую общественность и российскую общественность. И показать, что Путин не ястреб. И он не собирается размахивать ядерное бомбой. И это было сказано Караганову, который год назад, примерно уже сейчас, написал статью, где как раз предлагал применить ядерное оружие для того, чтобы реанимировать доктрину ядерного сдерживания. Применить ее в отношении Европы. И в расчете на то, что американцы не впишутся за Европу и глобальной ядерной войны от этого не возникнет. Караганов и на Валдаре. В последнем Путину такой же вопрос задавал. И Путин примерно в том же духе ответил. Не так эмоционально, как на щей раз. Но, по сути, что, мол, в этом нет необходимости. Но, конечно, у нас есть ядерное оружие, оно там мощное и так далее. Если кто-то там посигнет, то имейте в виду. Путин заявил, что в ядерную доктрину могут быть внесены изменения. О чем может идти речь? Теоретически можно идти речь либо о повышении порога, либо о понижении порога использования ядерного оружия. Там и так было внесено одно изменение, которое касается возможности использования ядерного оружия в ответ на применение обычных вооружений России, если они создают там критическую угрозу, ну, не дословно, но, по сути, критическую угрозу национальной безопасности и территориальной целостности и так далее и тому подобное. В Советском Союзе ядерная доктрина, которая, в принципе, где-то публиковалась особенно, но, тем не менее, подразумевала, что, вот, например, удар по комплексу раннего предупреждения о ракетном нападении, как недавно было дронами совершено, но в Советском Союзе не было дронов, вот это был бы в Советском Союзе однозначный повод для ответного ядерного удара. Ну, тогда трудно было представить нынешнюю ситуацию, когда идет военный конфликт с Украиной и применяются дроны, о которых тогда никто не знал. Тогда, в общем, игроков на ядерной сцене было, по большому счету, два. Почему именно Караганова, на ваш взгляд, выбрали модератором, учитывая его роль в этой ядерной дискуссии? Вот поэтому и выбрали. Это была мизансцена, разыгранная на двоих. Сидит ястреб, ну, в кавычках, да, сидит ястреб, который ассоциируется, понятно, с чем, да, и прежде всего, вот, именно с этим, когда назначили его модератором, то у всех возникла ассоциация, а, это тот самый Караганов, который написал статью о применении ядерного оружия, он там упоминал Польшу даже конкретно, и говорил, что Америка не впишется за Европу. И напротив него сидит российский президент, который, ну, говорит, не надо горячиться, не надо горячиться. Наш бронепоезд на запасном пути стоит, но, в принципе, мы еще его не заправляли. А если вы будете себя плохо вести, то мы посмотрим, что там в нашей доктрине написано, если надо, мы еще что-нибудь напишем туда. Так что, вот, хорошая, хорошая сцена. Подводя итог, какой общий посыл этой дискуссии Караганов и Путина, с учетом того, что накануне Макрон, который чуть ли не войска угрожал на Краину отправить, заявил, что даже инструкторов туда не пошлет? Посыл такой, что мы люди хладнокровные, буйствовать особенно не будем, размахивать ядерной дубиной тоже, но вы учтите, что вы можете доиграться, если будете и дальше идти по пути эскалации. Как бы там вы это ни называли, инструкторами, миротворцами, там, разрешать бить, да, сначала, значит, там, на 30 миль или километров вглубь российской территории. Потом, вот, Байден уже в суе упомянул, что, дескать, по Москве и Кремлю не будем бить, но сама тема-то вброшена, получается. Ну, в общем, такое хладнокровное предупреждение. Георгий Буфт, политолог. Агенция КОН Гутериш считает, что ядерным державам нужно возобновить диалог и необходимо отойти от края ядерной пропасти. США тем временем вносит изменения в свою стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество, а Вашингтон видит необходимость в том, чтобы увеличивать свой ядерный арсенал, заявил Белый дом. Также там считают, что перспектива заключения соглашения с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая. Россия видит ценность сохранения ограничения на развернутое ядерное оружие. США, согласно с таким подходом, будут его придерживаться, добавили в Белом доме. Субтитры создавал DimaTorzok